у меня сразу принимают несколькими ударами говорят мордой в пол я падаю лицом в пол говорят руки за голову ну начинают месить меня бьют везде бьют в основном по ногам бьют и по ягодицам ну и достают мой телефон спрашивают типа вот давайте надо его подстричь он какой-то ну берут меня за волосы отрезают мне волосы волосы у меня в кармане джинс сейчас значит ну продолжают бить достают телефон посчитают мои сообщения постоянно говорят угрожают изнасилованием палку мне тычут между булок такие ну что мы тебе петушком что сделаем ну и бьют 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 их как моли можешь их молить можешь их не молить они тебя продолжают бить то есть я их ему еще говорю мужики не бить они бьют падения по одним и тем же местам у них них навязчиво мысль что мне кто-то заплатил или что я под наркотой то есть у них постоянно и меня спрашивают что это под наркотой кто тебе заплатил то есть у них одна и даже мысли им по ходу объясню что все тут протестует они либо под наркотой и заплатили вот мы и постоянно выискивали кто у меня информации они информ este а координатор и грибушки у меня такого координатора есть им канал и читаю меня ничего никакого координатора нет но они в это не верят и тут говорят ну все мы сейчас тебя заведем и все это время говорили что это были еще цветочки и дальше ведут меня это уже около стелы было они меня вывели ведут меня к автозаку другому и тут я слышу вопли лютые вопли такие и говорят вот там один жирный вот сейчас ты на его месте ну значит захожу я в другой автозак этот я говорю мужики я уже полностью осознал свою вину не трогайте меня я не собираюсь больше с ну с вами в какие-то большие конфронтации вступать ну их это конечно не интересует они избивают парня просто люто его месяц он лежит в черном он походу его серебьянки завезли я не знаю но меня несколько раз в них глупили и положили в конце автозака или на пацана бьют 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 лупасит просто вещам он говорит мужики уже кричать не могу они говорят ну так не кричи вот ну и продолжает выбить потом пацану что-то пацаны совсем хреново стало его из автозака вытянули например что месяц тоже самое ждет начинают меня у меня точно так же упасть а меня уже в предыдущем автозаке в принципе неплохо от упасили то есть у меня уже все было покоцанное максимально и они меня по тем же местам бьют я ору ну уже вижу потому что боль просто невыносимо но их конечно же не интересует они продолжают бить я понял что я больше не могу кричать я просто замолчал ну и он бьют 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 и из какой-то момент останавливается говорят так мужики он походу от болевого шока что-то но я уже не мог говорить и до этого мне там тот боевик еще до входа в автозак по уху прописал так что я вот у меня просто понял что больше не могу реагировать ни на что но они меня значит облили водой и выкинули выкинули на землю на бетон примерно через 25 минут приезжает скорая и доктор говорит ну я не знаю понял он и я думаю он понял что я в сознании но соответственно заявлять он не стал ну естественно место за капельницу вкололи и меня еще и увезли и после этого я уже отрубился и очутился в больнице какая-то такая история как вас зовут как вы сюда попали сколько вам лет я зайцева мария александрова не 19 родом из города гомеля сейчас нахожусь в минске после протеста 9 числа меня ранило предположительно осколками свето-шумовые гранаты и еще пара пулемет и и от коль вы сказали да резиновые тоже были вас в этом самопарда не помню как по нам стреляли что не уверена у меня оглушил после взрыва дальше уже мой знакомый просто люди вокруг пытались меня тащить куда-то и все еще упали фотографии как я сижу в таком полумерном состоянии меня оглушил я ничего не слышу не вижу если мы пытались еще общаться но потом весьма меня уже на скорую доставили дальше увезли в больницу скажите у вас на щеке скажите у вас на щеке я вижу какие-то следы то есть это до меня ранило еще правило барбанную перепонку на эту муху и за этим ухом сейчас не слышите насколько я знаю да этим ухом я не слышу но она может остановиться в принципе с ним все не так плохо барбанная перепонка может взрасти пока что сживают раны от осколков у поля там уже слухом разберутся меня ослепила и я еще контактная линза у меня довольно плохое зрение одна из линз она выпала после удара по глазу из макита осколки прилетели но меня линза и спасла благодаря этому еще осталось извинием правда сейчас ничего не вижу из-за того что я не могу их надеть зрение есть нормально со мной еще были мои знакомые стояли все-таки и возможно мне еще странно помогали я не помню точно было без зрения и слуха сидела пошел на траве и дальше уже почти ничего помню сам момент взрыва и как я упала на асфальт и дальше не вытаскивала по мнению вошел с подъездом зашел на угол дома ну как в магазин они уже стояли но сосчитали смотрю бегут ко мне а я один был уровень я говорю я ну все нормально все равно положили начали сбывать накинули в машину в машине сбывали и когда в роде приехать там еще полу раздали все вы говорите а вы куда шли еще раз можете повторить из подъезда вы вышли куда вы шли вот один за сигаретами залили газом сразу потом избили в машине добавили на спи и все вас избивали прямо на улице долго я вот это 3 по чем били пола печени вы сейчас можете можете рассказать читать вам с какой травмой вы сейчас находитесь больница частично разум в печи вам сделали операцию как сюда попали вам вызвали сразу же скорую или вас забирали и потом уже закреплено из дома то есть вы после избиения вы вернулись домой и уже вызвали скоро получается да повторить где и кто вас избивал где-то происходило на улице грязь кого задержали меня ну как бы кто ему сотрудники амона я так понял то есть черной одежде то есть маска кто конкретно не скажу имен ни фамилии ни фамилии не представлялся вот мы в самом крафт области тоже номеров не скажу даже марку наверно не вспомню но сколько человек это было сколько человек вас избивали сразу один получается то есть дал по ногам потом подбежал еще 2 но самому же больше пусть я лежал головой как бы ну в полу то есть я закинул это под сидушку чтобы не отбили просто руки за это застегнули за спину они все как бы то есть я не смотрел сколько их там было ну в самом микроавтобусе ну разговором ночерок четыре там было сидела может больше не знал они что-то при этом говорили потерялись угрожали там расправой какой-то физической вплоть до чуть ли нелетальных исходов что ну задавали такие вопросы там рассказывать кто тебя там купил сколько заплатили ну такого плана то есть вещи слышал ну в принципе все то есть когда привезли по коридору пропустили своеобразному тоже с ногами где-то дыбинками какими-то попинали вот ну вот даже как бы все хорошо то есть но физически все как бы не применялось то есть насильственное то есть мы сидели просто ждали через сутки нас отвезли я не помню как этот изолятор называется окрестина да вот на окрестина нас отвезли где вот я был осужден но потом постоянно здоровье то есть меня вывезли оттуда то есть забрали в больницу ну все в принципе то есть как-то так подъехал тонированный форт и темный бус оттуда вышло четыре по-моему ну как ли не омоновцы у них на треугольник какой-то сзади на форме там прямоугольник какие-то надписи особо не помню окружили машину сказали выходить меня спросили кто такие почему маска вот меня теперь видите причина там по которой вы нас хотите из машины достать сказали заткнуться ну открыли вот мы все были приоткрыли то все было по-моему выломали всех вовили взломали руки лицо вниз ну чтобы мы не видели ничего у меня получается первого в гусс заплакнули я хотел сесть повалили на колени начали бить дубинками ну всем били ногами руками этих парней тоже получается завели ту же самую бить начали и как короче нас везли минутки 7-8 минут до 10 минут ну в принципе это легковая машина она быстро едет все это время время от времени там избивали кого-то сильнее кого-то если можно так сказать не сильнее мы остановились нас получается стали пересадывать в автозак расстояние было ну чуть не меньше метра чтобы не убежали никуда и не смогли видеть где место которое нас пересаживают получается сказали вылазь на колене ну когда ты стоишь на колене вцарок из-за спиной из-за волна особо там давно не вылазь то есть ты начинаешь расставать и ты начинаешь пить в то время ты вышел на улицу получается с одной стороны ну не на улице а в проход между машинами с одной стороны и на второй стороны тоже стоять по ОМОНовцу но это уже были конкретные вот кто перевоз из заключенных этих ОМОНовц там форма у них другая милицейская была но чисто запозналась и не знаю ну тебя в то время тоже дубасит заезжаешь влезаешь в автозак тебя там тоже начинают бить они кричат доставали из кармана все ты начинаешь руки в кармане засовывать то есть ты в два раза уже не можешь тебя влезать обратно начинаешь если не дай бог кого-то там в штанах находили ну что-то похожее там на ножик или что-нибудь такое что можно использовать и у них была вы говорите на руках что не было стяжки уже через шнурки какие-то или что белые стяжки специальные строительные короче там у нас напаковалось человек из 19 двоих парней из машины достали и там масло хотели менять это возле магазина биксами я точно помню это делали то есть ну это мы становились возле бикса где-то что они говорите ходили они масло менять да в машине нас за маслом пошли в магазин и их с машины достали и и и и и и и и и